Здравствуйте! Сегодня воскресенье и в ближайшее время коротко о том, чем запомнится уходящая неделя. С 3 по 19 апреля налогоплательщикам предоставили возможность исправить ошибки в фискальных чеках. Сделать это можно через персональный кабинет. Не подлежат корректировке чеки, по которым потребителям уже выплачен кэшбэк. Налоги на имущество и землю уплачиваются равными долями до 15 апреля и 15 октября. За какие объекты, в каком порядке и по каким ставкам рассчитывается и уплачивается налог на имущество? Ответы на эти вопросы в видеоролике. Те, кто осуществляют электронную торговлю, вправе применить пониженную ставку налога на прибыль. О том, как отразить льготу в налоговой отчетности, читайте в наших материалах. До 1 марта 2024 года в Казбинском районе Кашкадаринской области будет реализован пилотный проект по цифровизации управления всеми точками забора воды и доставки воды пользователям. А с 1 января 2025 года во всех регионах республики будет внедрена информационная система, в которой можно заполнять и подтверждать в электронной форме акты между водоснабжающими организациями и водопотребителями. На основе данных этой системы будет автоматически формироваться отчетность по налогу за пользование водными ресурсами. Со специалистами налогового комитета в телеэфире поговорили о налоговых льготах для физических лиц, самозанятости, системе такс-фри и электронных сервисах налоговой службы. Смотрите запись передачи на канале в YouTube. С 1 мая этого года лицам, включенным в единый реестр социальной защиты, за покупку некоторых видов товаров будет возвращаться уплаченный НДС. Для этого им нужно скачать мобильное приложение Solek, пройти регистрацию путем Face ID и отсканировать чеки с QR-кодом. Сумма налога будет выплачена после 25 числа следующего месяца. С 1 мая вступают в силу и другие нововведения. Так, на автозаправочных станциях будут устанавливаться электронные измерительные приборы и онлайн-видеокамеры, подключенные к информационным системам налоговых органов. Подробнее в публикациях на официальных ресурсах. Налогоплательщики интересуются, могут ли индивидуальные предприниматели осуществлять оптовую торговлю. Согласно законодательству, этим видом деятельности занимаются только юридические лица. Как изменился коэффициент налогового разрыва? Какая продукция уже промаркирована? Сколько в Узбекистане юридических лиц и индивидуальных предпринимателей? Эти и другие темы в телеграм-канале с аналитикой. Подписывайтесь на официальные аккаунты налогового комитета в социальных сетях, чтобы быть в курсе актуальных новостей и событий. Всего доброго и до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok